И дети, они не могут сами создавать атмосферу. Вот представьте даже взрослые, вот вы, допустим, рано утром встаёте, все спят. Вы сможете в это время бодрствовать? Кто-то, может быть, сможет, у него сильный разум. А в основном всех валит на кровать. Встал, все спят, пошатался, пошатался и лёг. Ну, это означает, не хватает силы преодолеть атмосферу, которая находится в квартире, поменять её. Не хватает силы разума, силы воли. А у ребёнка нет силы разума. Он разум, у него разум не сформировался. Он формируется только, там, в 20 годах, в лучшем случае. Сейчас, так как люди не работают над собой, у мужчин где-то к 28 годам разум формируется. В это время, кстати, им можно жениться. По крайней мере, не будет, может, есть гарантия, что будет всё хорошо. А у женщины чуть пораньше, там, в 25 годах формируется разум. А в той культуре люди формировались гораздо раньше. Мужчины уже к 20 годам становились взрослыми, а женщины в 15-16 лет. Развивались как личность. Не то, что они становились старыми, там, в 15 лет. Они как личность развивались, становились сильным характером. Ну, представьте, маленький ребёнок, он находится в атмосфере балдёжа. Как он будет учить уроки? Понятно, что он будет играть в компьютерные игры. Это его развлечение. Потому что ребёнок, он отдыхает с помощью подвижных игр вот этих. Если сам двигаться не может, потому что его в этом не воспитали, тогда подвижные игры, он смотрит по компьютеру. Потому что есть два способа жить. Один способ — жить самому, а другой способ — смотреть, как живут другие. Это тоже способ жить. Ты тоже живёшь, но не сам при этом. Когда человек живёт сам, у него развивается разум. А когда человек живёт не сам, у него развивается ум. Чрезмерная развитость ума приводит к бесконтрольности. Когда баланса нет, когда человек сам живёт, свои действия совершает, то тогда он становится способным победить себя. Но когда человек сам ничего не делает, а он смотрит, как действует по телевизору, тогда этот человек, он не способен никак побеждать себя. Потому что его ум, он всегда разгружается через голубой экран. Понимаете, да? Его психика не побеждает себя в действии. Вот там, вскопал картошку, стал счастлив, что всё нормально, вырастет урожай. Это действие. А если ты посмотрел, как вскопали картошку по телевизору, это не значит, что ты развил свой разум, болевое усилие какое-то совершил. Болевое усилие совершили там, по телевизору. А ты просто наблюдатель. Это означает недоразвитость. И причина этой недоразвитости — современная культура. Как сделать так, чтобы, например, ребёнок не играл в компьютерные игры? Надо ставить алтарь дома, начать молитву, зарядку делать, жить здоровым образом жизни, правильной жизни, в свободное время читать книги о жизни святых людей, а не смотреть по кабельному телевидению. А, нет, по кабельному. Вот. Смотреть эти дефективы. А, нет, дефективы. Понимаете, если вы вот этим занимаетесь, то ждать от ребёнка, этот просмотр телефильма же создаёт атмосферу определённую. Есть такие исследования, что, если, допустим, в доме почти все семьи смотрят фильмы ужасов на ночь, а вы не смотрите, всё равно у вас будут сниться кошмары, потому что, понимаете, тонкое пространство, оно общее, дефсер. Вот заметили, что в один дом заходишь, одно чувство возникает ещё в подъезде. Другой дом – другое. Заметили? Эта атмосфера создаётся всеми членами дома. Бабушка телевизор смотрит. А мы не смотрим, сможем. Ну, хорошо. Не смотрите так, чтобы бабушка перестала. На неё идёт влияние от вас. Кто победит? Кто кого победит, понимаете? Я когда был студентом, я изучал поведение людей и животных. И когда я приезжал домой, у мамы была кошка, и я воевал с ней. Но победила кошка в результате? Она победила очень просто. Она начала писать в ней ботинки. Куда бы мы их ни прятали, она находила и писала в них. Я сдался. Потому что я не мог ничего сделать. Вы понимаете, если я вражду с кошкой, кошка враждует со мной. А если я начинаю её любить, то она постепенно успокаивается, забывает и перестаёт со мной враждовать. Но я заметил, что кошка никогда не будет менять ситуацию. Если она со мной враждует, она так и будет всю жизнь враждовать. А если она по-доброму относится, она так и будет по-доброму всю жизнь относиться. Всегда тот, кто более разумен, он меняет ситуацию. Теперь разберитесь, кто из вас более разумен, бабушка или вы. Кто должен менять ситуацию? Режите для себя. Ну всё, тогда меняйте. Как она меняется? С помощью правильной жизни. Меняйте атмосферу в доме, бабушка тоже начнёт меняться со временем. Вот и всё. Это вопрос вашей силы внутренней просто, и всё. Итак, особенности воспитания таковы современного, что мы сами не развиты нравственно, и наши дети живут так же, как мы. Атмосфера в доме не настроена на то, чтобы дети развивались нравственно. Они в основном просто наркоманят по компьютеру и так далее. Они выживают как могут. Понимаете? Это значит, что мы сами живём неправильно. Дети зависят от атмосферы, в которой они живут. Это вы вот сделаете для себя. Если говорить о детях и воспитании, то надо знать, что есть несколько стадий отношений с ребёнком. Первая стадия отношений. Потому что в основном 90% просто нет никаких отношений со своим ребёнком. Первая стадия отношений означает, что ребёнок склонен прислушиваться к вам. Это означает, что он не против послушать ваши советы. Вторая стадия. Ребёнок доверяет вам, но ему трудно соглашаться с тем, что вы говорите, потому что это требует внутренних усилий. А у него не хватает веры в вас, чтобы эти усилия совершать. То есть он не только слушает вас, прислушивается к вам, но он также и понимает, что вы говорите правильно. Это вторая стадия развития отношений. И третья стадия означает, что ребёнок очень внимательно слушает вас и меняется как Личность. Знаете, что большинство людей даже на первой стадии не находится. Причина заключается в том, что они не знают, как работает разум. Они не знают, что разум у человека всегда меняется только с помощью Любви. Допустим, ребёнок получил двойку. Если вы в этот момент, когда вы находитесь в аффекте, когда вам тяжело, начинаете его ругать, то разум выключается у ребёнка в этот момент. Он не сможет поменять своё поведение, потому что когда на человека идёт нажим, невозможно воспринимать информацию. Это касается также чтения лекций. Если я не говорю с любовью, вам информацию не даю, вы не сможете её воспринять с помощью разума. Любовь является основой для восприятия. Таким образом, для того, чтобы помочь ребёнку, нужно сначала простить его, то есть ничего ему не говорить в тот момент, когда он принёс двойку, а потом уже ему сказать по-доброму что-то. Причём лучше, чтобы он сам объяснил, почему он её получил, а не пытаться ему это объяснять. Потому что мы многое можем не понять. Обычно 50% на 50. То есть чаще всего дети получают плохие отметки по тем причинам, что им не надо по этим предметам сейчас получать хорошие отметки. Например, есть предметы, которые дети вообще просто не могут освоить, потому что у них другая природа. Их надо направлять в ту сторону, где хорошие отметки. Потому что цветок раскрывается только одним цветом. Невозможно на одном кусте разные цвета сделать. Вот, допустим, ребёнок склонен к литературе, а не к математике. У него по литературе пятёрка, надо, значит, в нём развивать литературу. А математика подтянется потом сама, когда ребёнок станет сильно разумным. То есть гора растёт сверху. Склоны, это другие предметы, они поднимаются, когда мы поднимаем основной предмет, к которому ребёнок стремится, потому что разум развивается через интерес, через увлечённость. Я помню, когда я начал заниматься медициной, ещё в школе, ну как бы стремиться к этому, то у меня всё предметы подтянулись, потому что у меня появилась цель поступить в медицинский институт. Понимаете, это очень классическая ситуация для всех детей. Когда человек развивается в одном, в чём-то главном, всё подтягивается со временем, потому что у него появляется возможность дотягивать также те предметы, которые трудно изучать. Но современное представление о воспитании таково, что если по математике двойка, надо его долбить в математику. А по литературе пятёрка, значит, что её учить, она и так пятёрка. Понимаете? То есть мы долбим не в дверь человеку, даём возможность ходить, долбим его в стену. Чтоб стен вообще не было, были одни двери. Но такого не бывает, понимаете? От этого рушится крыша, понимаете, съезжает. Когда ребёнку пытаются все двери открыть, ну, вместе с стен сделать двери, крыша падает, понимаете? В результате психушка. Результат психушка. Я видел такие ситуации, когда дети перенапрягаются из-за того, что им заставляют делать то, что они не могут сделать. Никогда это не поменяется в жизни. Природа человека не меняется. Цвет цветка не поменяется. Или человек вообще не раскроется, или он раскроется тем цветком, который положен. Ваша задача просто проследить, какой цветок, не пытаться из него что-то своё сделать. А если лень просто? Лень ребёнку. Лень означает отсутствие вдохновения в вашей семье. У вас нет вдохновения. Потому что, понимаете, если вы просто работаете, где-то деньги зарабатываете, это не та деятельность, которая вдохновляет. Вдохновляет только работа над собой. Потому что ребёнок тоже может, допустим, действовать в том, что у него есть свой интерес. Когда вы зарабатываете деньги, вы говорите, я много тружусь, я не ленивый человек. Но ребёнок тоже многое может играть в футбол, допустим. Он делает то, что ему интересно. Живёт по интересу. Но работа над собой – это деятельность, которая не связана с личным интересом. Это заставлять себя. Если вы можете себя заставлять в доме, тогда ребёнок тоже будет себя заставлять. Потому что вы меняете атмосферу. Нет, это непонятно. Поэтому вы спросили, если ему лень. Лень означает, что у него нет вдохновения в жизни. Я не так вырисовываю, я отступил в дом. В целом? Я мать. Ну, лень означает отсутствие вдохновения. Причём надо понять, что есть разные категории лени. Есть природная лень, а есть лень из-за неправильного развития семьи. Вот, допустим, природная лень – это женская лень. Женщина по природе ленива, и это нормально. Красота женская также означает расслабленность. Если женщина будет напряжена, то она не перестанет быть красивой. Расслабленность означает красота. Женщина красивая, которая не напрягается. И поэтому женщину, когда вдохновляет, она что-то делает. Когда не вдохновляет, она печалится. То есть женщина по природе расслаблена. Это её природа. Поэтому она склонна позже вставать с постели. Она склонна как бы немножко притормаживать. Мужчина от этого сильно страдает, что женщина собирается куда-то медленно. Она всегда позже как бы выходит. И так далее. Поднимите руку женщины, которые успевают всё вовремя делать. Ну подняли. Молодцы. А теперь поднимите, кто не успевает. Видите? Гораздо больше. Это означает женская природа. Нормально. Иногда женщины имеют сильный характер, они успевают с трудом. В основном все опаздывают. Это означает просто женская природа. Это обычное дело. Поэтому мужчина, когда он решил пойти в кино с женой, он должен это знать уже. что придется опаздывать на фильм. Или обмануть жену и сказать, что кино начинается раньше. Ну примерно полчаса в среднем. И тогда у вас есть шанс попасть вовремя. я, допустим, чтобы поднять жену с постели, я всегда говорю ей на час позже. Допустим, ей надо встать в 6 утра, я говорю, уже 7. Ты опоздала, проспала. И она встает полседьмого в результате. Потом говорит, спасибо тебе, что ты мне так сказал. Я так обрадовался еще полседьмого, а уже не то, восемь. Так, действует женская природа, ничего не сделаешь. Это природная лень. А есть лень от отсутствия правильной атмосферы в доме. Это означает или депрессия, или просто расслабленность всеобщая. Понимаете? Это может быть синдром отпуска. Когда люди наддыхались, приехали домой, и они не могут собраться на работу, даже потому, что уже атмосфера поменялась. Понимаете? То есть, а это синдром отпуска вызывает потом болезни и стресс. Потому что человеку переключиться очень трудно, он вводит себя в стресс и потом начинает болеть. Лень означает выключенный разум. Как вот мне написали записку, люди повторяют, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, и зевать начинают в это время. Это означает выключенный разум. В это время надо просто голос того, кого слушаем, слушать внимательнее. И разум включается, он включается всегда через звук. Поэтому лень побеждается с помощью звука. Если у вас дома есть звучание молитв, это все дает вдохновение и разрушает лень. Итак, поймите такую вещь, что отношения с ребенком строятся постепенно. Если ваш ребенок, допустим, боится вас, отчужден, он вас не слушает, как определить, что слушает ребенок? Вы ему что-то говорите, он не зажимается. Это означает, что вы всегда говорите по-доброму, с любовью, объясняете ему. Понимаете? я помню такой детский фильм, мне очень понравился, был ребенком. И, по-моему, Басов, артист, он, там, они ехали на ком-то катере, был ребенок, и он сидел. И ребенок задал вопрос, зачем нужно море. Потом дальше такая песня идет. Море существует для чего? Море существует для того, чтобы глядеть, не наглядеться на красоты вечные его. Понимаете? То есть, вроде простая песня, но детмотив сам и правильная подача, они дали мне знание о том, как действует энергия воды. Я сразу же после того, я жил на Волге, там водохранилище большое в Тольятти, я сразу же после того, как это увидел, я пошел на море, сел, начал смотреть. Результат был потрясающим. Мне пришло осознание, как вода действует на человека, она успокаивает, она приводит человека к гармонии, к балансу внутреннему. Понимаете? То есть, я получил знание через эту песню. Но если бы он спел как-то по-другому, там нахрапиться, я бы не получил знание, потому что знание входит через энергию любви. Человек, если что-то слушает внимательно, с любовью, он получает знание в результате. Поэтому я включаю песни на лекции, потому что через эти песни утверждается информация. Допустим, что-то вам сказал, вы, допустим, не до конца поняли, но когда вы услышали песню, тогда сразу понимание утвердилось, стало крепким. А в древней культуре вообще знание передавалось через песню, через пение. Поэтому все древние стихи, ну, трактаты написаны в стихах, потому что они пелись, понимаете, они не передавались, вот как сейчас. Вот. Как я помню, в институте я не мог слушать некоторых лекторов, они понимаете, ну, то есть, невозможно слушать, потому что нет любви. Чувствую, что устали, надо спеть что-то, да? Да, человек устает, ему нужны эмоции, чувства. Итак, мы с вами говорим сейчас об отношениях между мужчиной и женщиной, вчера мы говорили об обязанностях мужчины и женщины, и может у вас есть какие-то вопросы на эту тему, может быть вы что-то не поняли из того, что я сказал. Я жду ваших слов. У нас есть микрофон, да? Ваш вопрос? Микрофон нет, мы всегда только для всех. Только для всех. Вопрос о том, как правильно распределять усилия, ну, не там, не знаю, вопрос приоритетов, между служением Богу, ну, как вы можете отрубить, что я сказала, ну, как вы движение в эту сторону и с вами семейной обязанности, женские. потому что у меня, знаете, как получается, но у меня то, что время не все ограничено и приходится забирать и попробовать соединяйте, соединяйте. Я знаю женщин, которые молятся во время приготовления пищи, это вообще самый лучший способ молиться для женщин, потому что пища входит молитва, в сознание мужа меняется. Ведообъясняют, что если женщина с молитвой готовит, это самый лучший способ поменять характер мужа вообще. Она может просто готовя, она может закладывать определенное настроение в пищу и мужчина меняется в результате. У меня жена проводила эксперименты надо мной. У меня бывает такое, что, допустим, я приезжаю, наездился, у меня наступает нарушение сна и она берет просто перед сном вечером, она дает мне стакан воды просто, стакан воды, но я всегда пью воду, но она мне дает не, она говорит, не пей, я тебе дам воду, я пью воду и так я отрубился, я говорю, а почему я бы заснул, ты простая вода, ты что-то туда подмешала, она говорит, я ее заговорила молитвой. Понимаете, у женщины есть такая сила, что она влияет на мужчину, на его психику, с помощью своих мыслей, своего мышления. Понимаете, если женщина вдохновляет мужчина, помогает ему, то тогда он быстро меняется в лучшую сторону, но если женщина капает ему на мозги, происходит противоположный эффект. Поэтому разумные женщины этим занимаются, они заговаривают пищу в каком-то направлении. Допустим, мужа что-то в жизни не получается, она раз заговорила пищу, помолилась Богу, это надо сделать с молитвой всегда, и у мужа раз начало получаться в этом направлении. Поднимите руки женщины, которая это делает, замечает. Видите, много женщин знают об этом, это разумные женщины. Поэтому если вы совмещаете духовную жизнь с вашей деятельностью, то тогда это признак правильного понимания вещей, опытности. Женщина, она молится во время стирки, во время молитвы, и она таким образом просто повторяет молитву в это время, и она меняет всю атмосферу в доме в результате. Да? А сейчас можно еще прощения? Ладно, я поняла, что все замечательно, но я еще хотела про сына спросить, про бабушку спросила. У сына какая-то реакция интересная. Я когда начинаю молиться, знаете, как-то пройдет, он уже 9-10 слышит, что-то поможет. А это вот и есть, понимаете, молитва она как действует? Молитва она всегда меняет направленность жизни. А люди не хотят, чтобы менялась их направленность жизни, поэтому не бунтуют. Мы стремимся друг к другу, мы хотим встретиться, это счастье, как бы, любовь приближает людей друг к другу, и все счастливы. Но если вы начинаете молитву, это люди не понимают, это совсем другая энергия, понимаете, как бы, она вызывает другое настроение в жизни, то есть она вызывает другое чувство, она вызывает в конце концов изменения в сердце, которые человек вообще не привык воспринимать, понимаете, то есть правильно, это мощная молитва, очень хорошая, я ее очень люблю. Это 99 имен Аллаха молитва, очень красивая музыка, великолепная просто. У меня есть еще несколько, там дети поют, тоже очень красиво. Но дело не в этом, я просто, вы, понятно, вы все разумные люди, вы на лекции ходите, открытая психика у вас, вы способны воспринимать все, но, понимаете, не все люди такие, вы начинаете допустим настрой, я желаю всем счастья, кого-то корежит из ваших родственников. Почему? Потому что это воздействие на разум. Если вы хотите узнать про это, я вам могу рассказать. Есть несколько вещей, которые меняют разум и всегда это вызывает протест. Первое, освещенная пища меняет сильно сознание и судьбу человека. Я проводил эксперимент, я просто отсветил пищу, часть пищи была освещенная, часть нет. И у меня отец лежал в больнице, мать принесла ему эту пищу, он освещенную отодвинул, говорит, я это есть не буду, хотя это такая же была пища, а не освещенную всю съел. Почему? Потому что она вызывала у него страх, потому что эта пища меняла его жизнь. Вы представьте, если что-то ты берешь, что-то меняет твою жизнь, а ты как бы не договаривался на это. Понимаете? Вызывает сразу протест, страх, ощущение, что что-то не то, я бы не хотел. Пища освещенная раз. Дальше, отношение к мясу связано с судьбой, влияет на разум. Люди очень, когда ты, допустим, перестаешь пить мясо, люди в шоке, они, короче, нет, только не это. Понимаете? Отношение к сексу меняет жизнь. Если человек меняет свое отношение к сексу, он, допустим, начинает развратом заниматься или, допустим, меняет ориентацию половую, это приводит в такой шок человека, что он вообще не может ничего с собой сделать, потому что от этого меняет судьба, меняется жизнь семь семьи, не только одного человека. Это влияет сильно на судьбу, поэтому люди беспокоятся на эту тему. Дальше, молитва, присутствие и неприсутствие в семье молитвы, допустим, не было, ну, допустим, вы будете там включать какую-то эстрадную музыку, ну, Бог с ним, ну, пусть играет, можно привыкнуть, но если вы включите молитву, она же влияет на сознание, она меняет жизнь, сразу все напряглись. Почему? Потому что это сильное воздействие, это воздействие на разум уже, это не воздействие на ум, есть эмоциональная музыка, там, от печали до радости, ехать и ехать, это эмоции, включаются эмоции, это приятно, понимаете, эмоции расслабляются, все, голос такой спокойный, с любовью, понимаете, но то же самое с любовью, но молитва означает что? Изменение разума уже, не эмоции, это более глубокие функции, которые меняют жизнь, и человек не всегда готов. Как меняется жизнь, а понимаете, есть направленность на служение, а есть направленность на удовольствие. Вот, допустим, я сижу в кафе, допустим, расслабленный такой, и мне говорят, вы знаете, нам нужно помочь помыть полы. Я расслабленный, я в кафе наслаждаться пришел, вообще-то. И он говорит, какие полы? Я пришел балдеть. Какие полы мыть? Вы что? Сразу возникает протест. Понимаете, любая музыка, молитвенно-духовная, она сердце наставит на служение, а не на балдеж. А люди, в принципе, часто к этому не готовы, потому что именно служение, оно дает счастье, но трудность заключается в том, что переключиться очень трудно, свое сердце очень трудно переключить на то, чтобы прощать, просить прощения. Любить, желать счастья. У нас психика всегда настроена на то, чтобы счастье получать, чтобы любовь получать и получать служение, а не отдавать. Вот человек просыпается рано утром, он не готов что-то для кого-то делать, ему надо сначала на это настроиться, понимаете? Ребенок, когда рождается, он хватает. Если у него взять, он будет орать. Понимаете? Но ребенок также может и отдать что-то, для этого надо ему настроиться таким образом. Я помню, лет 15 назад я лечил травами и один ребенок вот весь покрытый псориазом, вот представляете, вся кожа как наждачка, вся вот больная кожа у ребенка с детства. Он не знал, что такое здоровая кожа вообще. Я ему сделал лечение, траву, как бы поставил на повязки с травой и так все получилось, подобрал хорошо, что у него прошел впервые жизни, перестал чесаться, прошел зуд. Ребенок несколько минут просто сидел вот такой вот обалдевший. Он не мог понять, что произошло. Он никогда не испытывал такого чувства. А потом он начал пытаться понять, что произошло. Он начал смотреть, ребенок там 2-3 года, он начал смотреть на повязки на эти, трогать их, смотреть, что вот они как бы снимают у него этот зуд. Понял, что это трава, вот эта вот трава сделала вот эти повязки с этой травой, что вот эта трава, она ему помогла. И вот тогда взял эту траву, пошел на своих ножках, вот так шатающихся, и эту траву мне подарил. Он узнал, что я понял, что я это сделал. Он пришел, вот со слезами на глазах, мне эту траву подарил. Так, благодарность. Потому что он понял, что это самое лучшее, что может быть. Это приносит счастье. Но он бы не стал мне дарить эту траву, если бы он не пронешел вот эти стадии все, понимаете, вот ощущение благодарности приходит из энергии любви. Когда ребенок становится благодарным, потому что он чувствует любовь к себе, и тогда в нем просыпается желание служить. Он готов самое дорогое отдать. Эта трава ему подарила здоровье, и он ее берет и отдает назад врачу в знак благодарности. Понимаете, а если просто человек пришел домой, жена после лекции такая взбудораженная, включает молитву, он говорит, выключи. Он не готов, он не знает, зачем это надо, а это сильное воздействие идет. Он боится, он говорит, ты что, в секту какую-то попал? Понимаете, это опасно, чувство опасности возникает. Теперь одежда влияет на судьбу. Попробуйте в религиозной одежде зайти домой. Деньте какую-то религиозную одежду, зайдите домой, скажите мужу, я теперь так буду ходить. Говорит, ты что? Если вы одете какое-нибудь платье с разрезом там новое, ну нормально, что, ходи как хочешь. Ну там, ну допустим, как бы больше, даже в этой одежде, больше пустоты, чем одежды. Ну люди так ходят сейчас, и он скажет, ну как-то немножко смело. Ну, сама сейчас выбирай, это твой выбор, если ты считаешь, что так, ну хорошо. Ну представьте, все тело закрыто, вы приходите в мусульманской, допустим, одежде, все тело закрыто, и бабамс, мужик, не понял, и он будет против. Почему? Потому что отменяет судьбу эта одежда, понимаете, это влияние очень сильное. Или, допустим, человек зашел в храм посмотреть, но ему приносят просвирку там, освященную, не всегда готов человек это, он смотреть может, нет проблем, но вот это покушать, он уже боится. Почему? Потому что идет воздействие. Не потому что это плохо, он просвирку там съест и заболеет, умрет, нет, с ним будет лучше, но он боится, потому что идет сильное влияние на разум. Люди всегда боятся влияния на разум. Дальше звук, связанный с лекцией, тоже. Ты что слушаешь? Если будете музыку, слушать нормально. Что там лекции? Человек боится, потому что это влияет на разум, это меняет судьбу, лекции меняют судьбу, может не надо слушать эти лекции, поднимите руку, у кого вот испугались родственники. Ну, видите, это закономерная вещь, вполне закономерная. Дальше. Святое место влияет на судьбу, люди боятся святых мест, люди боятся заходить в храмы, боятся мест, где есть святость, чистота, они обходят стороной эти места, боятся, потому что там идет влияние. На разум влияет, прическа. Женщинам лучше всего для сохранения силы носить длинные волосы и лучше волосы заплетать. Если волосы распущены, означает, что женщина открыта, она доверяет себя всем. Когда у женщины короткие волосы, то она не защищена, потому что волосы связаны с мыслями. У женщины очень сильные мысли, и если волосы длинные, это значит, что ее мысли и волосы соединяются в одну силу, она становится неприступной, сильной. Если ее волосы короткие, то тогда она теряет силу, мысленную силу, мысли и эмоции ее становят слабее, с короткими волосами, и она становится беззащитной. Длинные волосы и заплетенные дают женщине защиту и твердость характера. Но вы не знаете об этом, поэтому носите то, что модно. А если не раздевать? А? Если не раздевать? Ну, можно же их все равно как-то заплести, закрыть волосы, соединить. Видите? Вот, смотрите. Смотрите, видите? Вы заерзали. Это означает, что волосы влияют на разум. Я вас поймал просто сейчас. Сразу начали как-то. Правильно, я сижу, что-то надо делать с волосами. Как означает ли они на разум? Мужчин, наоборот, у них больше волевая сила, чем эмоциональная. Поэтому надо короткие волосы иметь. Чем длиннее волосы, тем больше они эмоциональнее становятся, эти мужчины. Для артистов, актеров, художников это хорошо, потому что их жизнь связана с эмоциями. Надо рисовать, стихи писать. Поэтому они длинные волосы чаще всего не носят. А для детей и мальчиков? А детям, мужчинам, надо всем остальным делать короче волосы, потому что это психику делать более твердой, легкой, решительной. Понимаете? Детям, дети, а мальчикам тоже? То же самое. Покороче волосы надо делать. Видите, вы как волосами заинтересовались сильно. Это влияет на разум, потому что. Давайте, мы сейчас не будем, это все лекции про волосы у нас будет. Перейдем сейчас дальше. А? Борода тоже влияет на жизнь, на разум. Это же волосы связаны с разумом. Я не буду все вам эзотерические тонкости рассказывать, а то вы все поменяете, сбреете бороды. Иногда нужна борода, иногда нет. Все зависит от того, что человек хочет от жизни. Это просто атрибут силы. Борода, она делает мужчину более взрослым и страшным. Иногда создает статус, нужно для статуса. Воины часто носили бороды в древней культуре. Если человеку наоборот, нужно, чтобы ему больше, ближе люди к нему относились, тогда нужно ее сбрить. Люди будут спокойнее на него относиться, к нему легче воспринимать человека. Если нужно, чтобы все уважали, тогда борода, если близкие отношения, тогда нет бороды. Это уже другая тема лекции должна быть. У нас семейные отношения. Но мы будем немножко говорить в конце лекции, каждый чуть-чуть, о настроях разных, о молитвах. Но поймите, что у меня есть лекция, например, побед над трудностями судьбы. Я, по-моему, в Новосибирске была, да, последней? Там вся лекция только о молитве была, весь семинар. Но у нас сейчас другая тема, мы не можем перескакивать, и поэтому у нас мы говорим о семейных отношениях в основном. Ну, немножко будем говорить о молитвах, конечно, в конце. Конечно, можешь себе позволить. Человек должен жить так, как он понимает жизнь. Не нужно ничего искусственно делать.